Теперь нам нужно настроить панель авторизации, переходим в консоль, в первую очередь нужно проверить, есть ли у нас разрешение на регистрацию всех пользователей. В настройки кликаем по настройкам, ставим галочку «Любой может зарегистрироваться», роль нового пользователя «Клиент» и «Сохранить изменения». Переходим на сайт, «My Account», смотрите, если мы кликнем здесь «Выйти», то будет только панель авторизации, панели регистрации нету, поэтому нам нужно сделать кое-какие манипуляции, плагины добавить новый, плагин который разукрасит нашу форму. Так вот, установить и активировать, плагины добавить новый, здесь мы должны «Аякс логин», так вот, вводим «Аякс логин» и вот нужен вот этот плагин установить. И еще нам нужен, чтобы отображался наш корректный e-mail, с которого будут приходить письма, «Mail sender» называется, по-моему, плагин, вот он, «Установить», «Активировать», так, «Установленные плагины», и здесь выделяем этот неактивный плагин, и… А, ну и все, да, то есть мы должны его один активировать, остальное все активно, активируем. Значит, ищем вкладку «Mail sender», вот он, здесь название, допустим, можем ввести «New shop», это будет виднеться, будет отображаться как адресат, да, А здесь мы можем ввести наш, да, почтовый e-mail, с которого будут приходить письма нашему, нашим пользователям. Все, так, если бы мы это не сделали, то в качестве адресата, то есть мы, как бы, наше письмо клиенту содержало адрес, исходящий слово WordPress, а это не очень хорошо. Так будет теперь все хорошо. Нам нужно перейти в «Внешний вид виджеты», я буду брать с образца пример, «Внешний вид виджеты», в общем, нам нужно взять, найти здесь виджет «AJAX логин», вот, и добавить его во второй сайт бар, скорее всего, добавляем. Вот он здесь выходит, нужно его в самый верх отнести, возможно, здесь, но мы решим потом, и открыть его. В общем, я так подумал, давайте все-таки, давайте, я так, в общем, я так подумал, давайте все-таки мы разместим под поиском вот здесь, и заходим сюда. Сейчас буду настройки сайта образца брать, вы, вы смотрите, как я делаю, и повторяйте за мной. Ой, значит так, авторизация, показывать ссылку на ЯКС, показывать ссылку на профиль, убираем, сохранить. Теперь давайте перейдем на сайт, и вот под поиск как раз-таки вот выходит. Если мы выйдем, выход нажмем, то вы же, выходит вот такая панелька, а если, которую мы сейчас сделаем. И вот есть тут и регистрация, все, что хотите. Отлично. Теперь нужно разукрасить нашу панель. Для этого мы должны перейти вот по ссылке логин кастомизе. Переходим. И сейчас произойдет автоматический вход в панель специальную. Значит, в этой панели вот мы перешли, если вы автоматически не перешли, то переходите в эту панель. Тут можно выбрать шаблон обычный, либо такой, или такой. О, вот такой можно выбрать. Это хороший шаблон. Далее. Logo options. Можем лога наше загрузить. Logo to continue. В общем, здесь выбираем show text only. Вот здесь вводим большими буквами new shop. Можете поковыряться, загрузить здесь логин. Так, все, выходим отсюда. Далее. Layout options. Здесь ничего не меняем. Background options. Так. Вот сюда. Custom background. Вот такую есть. Вот, отлично. New shop. Все. И теперь, ну, значит, чем нам заняться? Это переводом вот этих иностранных подписей. General form options. Здесь нужно кое-что настроить. Значит, я буду брать сайта образца. Вот здесь вставляем вот такие границы. Вставляем вот такое вот сочетание. Здесь единственное, что нам нужно. Черный цвет везде. Именно черный подставить цвет. Именно черный цвет. И здесь поменять название. Здесь название будет назад. А здесь забыли пароль. Вот так. Это для восстановления паролей. Выходим назад. В login form text. Здесь username. Здесь имя. Здесь вводим пароль. Здесь вспомнить меня. Ссылочка. Здесь войти. Так. Здесь регистрация. Идем дальше. Регистрация. Имя. Здесь email. Здесь тем, что подтверждение будет выслано. По email. И здесь регистрация. Здесь ссылка войти. Выходим назад. Следующее. Имя или email. И здесь надпись получить пароль. На русском языке. Получить пароль. Здесь. Ссылки. Ссылки. Вот. Здесь убираем скрытие. Вспомнить меня. Теперь давайте пройдемся по остальным пунктам. Чтобы убрать эти маркеры. Так. Здесь все есть. Логин. В login. Здесь тоже. General form options. От general form options. Убрать маркер. Скрывать ссылки. И вот тут все есть. Все отлично. Опубликовать. На этом настройка личного кабинета. В принципе закончена. Единственное. Что мы будем делать. На уроке. До докрутки нашего дизайна. И скрытия ненужных элементов. Это я вам сейчас покажу. Что мы сделаем. Мы скроем. Вот эту кнопку выйти. Мы скроем ссылку выйти. И все. А вот здесь будет у нас админ бар. Тут можно будет выходить. Логиниться. И все. Все это делать. С настройкой личного кабинета. На этом мы закончили. С настройкой личного кабинета.